Всем привет! Сравнение смартфонов Apple iPhone SE 2020 года против Samsung Galaxy A51. Стоимость следующей можете ознакомиться в описании к этому видео, а также сравнить стоимость этих устройств. Samsung Galaxy A51 это версия на 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти. По внешнему виду корпус тут сделан из пластика, цельнопластиковый корпус у Samsung против стекло и металл у iPhone. Спереди и сзади закаленное стекло, металлическая окантовка. Квад-камера, 4-я камера против одинарной камеры у iPhone. На передней части 6,5 дюйма дисплея у Samsung против 4,7 дюйма у iPhone. Тут полностью на всю переднюю часть устройства дисплей. Тут с рамками сверху и снизу. Сверху также находится разговорный динамик, фронтальная камера и датчики. Снизу сенсорная кнопка для управления, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Тут кнопки включения у Samsung, тут еще кнопки громкости, айфона слотно одну на сим-карточку. Тут слотно две на сим-карточки и есть джек для наушников на нижней грани. У айфона джека для наушников нет. Смотрим на устройство по габаритам, сравним. Конечно же Samsung намного габаритнее. Так, и включим устройство. Сделаем это одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Подвиг раньше на Samsung. Теперь ожидаем включения. Айфон включился раньше. И ожидаем в Samsung. У айфона дисплей IPS. Разрешение 1334 на 720 точек. Так, у Samsung Full HD Plus разрешение за 1300 на 1080 точек. Вот, тут AMOLED дисплей, у айфона IPS дисплей. Так, хорошо. Перейдем в синтетический тест Geekbench 5. По техническим характеристикам тут Apple A13 Bionic. Шестиядерный 2.65 тактовая частота ГГц. Три габайт оперативки. Точет три габайт оперативки. Процессор Exynos 9611. Восьмиядерный 4, плюс 4. 1,7 и 2,3 ГГц. Тактовая частота. Хорошо, смотрим результаты тестов. Сейчас айфон немножко думает. Почему-то вот на SE подвисает Geekbench 5. Он зависает где-то на секунд 15-20. Потом работает нормально. Почему так, не знаю. Тут 1,350, почти 340. 1321 мультиядерный тест. Ну, вот. Отвис. Тут, видим, сильно превосходит в 1,380. И в два раза превосходит по мультиядерному тесту iPhone SE. Окей. Также посмотрим на цифры в Antutu Benchmark. Наверное, тоже примерно так же будет. Это в два раза, а то и больше. 200, 128 тысяч. Вот, ну тут у нас, по-моему, нужно переделать тест. Сейчас мы его повторим. Увидите уже результат в сравнении. Потому что в этот раз, по-моему, меньше набрал А51, чем даже средний результат. Поэтому такая разница. Так, еще раз сделаем тест. Увидите уже результаты в сравнении. Так, вот то, о чем я говорил. Что Galaxy A51 в тот раз просто набрал меньше, чем набирает в среднем Galaxy A51. Вот. Вот это вот уже нормальный результат. 178 тысяч, но не 120. Вот. Тут 443, конечно, намного больше. iPhone набирает. Окей. Давайте посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Так, перейдем, например, на сайт Samsung. Так, и нажмем вот по этой ссылочке для начала. Посмотрим, кто быстрее загрузит. Samsung загружает быстрее. Возвращаем назад. Но iPhone назад, видимо, моментально откатывает. Теперь сюда. Samsung снова быстрее. Назад. iPhone моментально откатывает. Так. По этой ссылке. Теперь iPhone был быстрее. Хорошо. Посмотрим на сайте Huawei.com. Так, Huawei.com. Почему-то не хочет на Samsung грузиться Huawei.com. Странно. Вот. На сайт Apple заходит моментально. Окей. Перейдем сюда. Сюда. Ну, в целом iPhone быстрее работает. Особенно то, что вот он откатывает назад, да. То есть, все странички держатся в оперативной памяти. То есть, видно, что как браузер в этом плане лучше работает. Ну, вот по скорости загрузки, да. iPhone превосходит, но ненамного. То есть, не в три раза, как по бенчмаркам. Хорошо. Закроем. Перейдем в тяжелую игрушку по mobile. Откроем одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузит игру. Айфон загрузил быстрее. Так, ожидаем теперь Samsung. Так, и смотрим графику, да. Что у нас по графике идет. На iPhone видим уровень частоты кадров идет лучше. Графика одинаковая, но уровень частоты кадров выше на iPhone. Запускаем игру. Посмотрим сейчас, как работает она. Хорошо ли она работает там и там, и справляется ли с этим достаточно высоким уровнем устройства на iPhone. Так вообще максимальный. Что понятно. Айфон подгружает быстрее игру и работает очень плавно. Без тормозов, без лагов. 60 FPS. Тут примерно 40-45 FPS на Samsung. И также работает очень хорошо этот уровень. Закрываем игру. В общем, игры быстрее грузятся на iPhone. И чутка лучше тоже будут практически все тяжелые игрушки. Именно тяжелые, такие как AllofDuty, Mobile, PubMobile. Они будут работать лучше на iPhone. Что касается более простых игрушек, таких как GTA San Andreas, то там будет примерно плюс-минус равенство. Так, теперь по камере. Камера iPhone одинарная. Тут Quad-камера на Samsung. 48, 12, 5, 5, 5 мегапикселей. Теперь я вам покажу пример из них. На основные камеры этих устройств. В сравнении сможете сейчас осуществить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на колокольчик с самыми балками. Делайте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока.